книга открытым оком вопросы по святой библии номер 360 объясните пожалуйста в каком смысле понимать слово бодрствовать в прямом или еще в каком отвечает игнатий тихоныч лапкин слово бодрствовать означает не спать бдеть ожидать стоять на страже это касается обыденной жизни сторожей и в духовном быть осторожным не забывать быть бдительным над своей душой ожидая пришествия христа псалом сто двадцать шестая глава 1 стих если господь не созиждет дома напрасно трудится стать строящий его если господь не охранит города напрасно бодрствует страж и риме 1 12 господь сказал мне ты верно видишь ибо я бодрствую над словом моим чтобы оно скоро исполнилось матфей 24 42 43 стих и так бодрствуйте потому что не знаете в который час господь ваш придет но это вы знаете что если бы ведал хозяин дома какую стражу придет вор то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего деяние 20 31 посему бодрствуйте памятуя что я при три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас 1 петра 1 13 посему возлюбленные припоясов чресла ума вашего бодрствуя совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении иисуса христа 1 петра 4 7 впрочем близок всему конец и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах 1 петра 5 8 трезвитесь бодрствуйте потому что противника ваш дьявол ходит как рыкающий лев ища кого поглотить 1 калиферам 16 глава 13 стих бодрствуйте стойте в вере будьте мужественны и твердой колоссянам 4 2 будьте постоянны в молитве бодрствуй в ней с благодарением 1 фессалоникийцам 5 6 итак не будем спать как и прочие но будем бодрствовать и трезвиться 1 фессалоникийцам 5 10 умершего за нас чтобы мы бодрствуем ли или спим ли жили вместе с ним откровение 3 2 бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти ибо я не нахожу чтобы дела твои были совершенны пред богом моим откровение 3 3 вспомни что ты принял и слышал и храни и покайся если же не будешь бодрствовать то я найду на тебя как тать и ты узнаешь который и ты не узнаешь в который час найду на тебя откровение 16 15 все иду как тать блажен бодрствующий и хранящий одежду свою чтобы не ходить ему на гимн и чтобы не видели срамоты его